утро добрая 16 сентября любишь кататься любые саночки возить так противоткатники я положил расцепляемся будем заезжать внутрь нам замок отстегнули воздух отсоединил противоткаты там лежат спускаем лапы все той стороны такой же лежит выезжаем из-под прицепа и поехали гайки крутить у нас движение односторонние я думаю ничего страшного не случится если я тут 100 метров проеду процесс движения вот все торопятся все же летят подождите секунду сейчас я вас всех пропущу т.к. не проехать тут 100 метров надо всего лишь рабочий день начался все работают не вижу нифига ездит там кто не ездит в общем пол четвертого закончили мы с автономкой мнение по музыку но он слышно кран с первого раза может и не запуститься мы же снимали сейчас она вот ее должна продует и по идее со следующего раза должна запуститься мы снимали чистили все в первый раз она не запустится я сам должна продукту сделать и 2 попытку сделать попытка номер два насосе пошел до насос пошел к час не дымит уже хорошо и на максимум поставил вот пошел запуск горелки запускается ну судя по звуку горелка запустилась судя по звуку да так не дымит нет ну дым то должен идти по любому потом так как бы когда она работает то дыма нету ну когда мороз то дым есть дымочек идет вот то ли пытается запуститься горелка то ли запустилась наверно ну видишь она как-то пыкает так дымит конечно нет ну все вот да вот горячий воздух херачит горячий шланг а это просто чтобы залились и супругом это все испаряется сейчас по идее должно это все закончится да я пойду сопла гляну да идет тепло тепло идет да да больше тепло идет идет тепло да но это не дым это испарение не течет же вроде нигде да капать не капает я не вижу шепка отсюда валят горячий воздух ну вот мне не нравится вот этот вот может быть наш она когда была в кожухе может и не слышно было так когда вы все это еще в кожухе закрыто закрыл типа да он запчасти лишатка туры тенденцию пать ну на данный момент она работает насколько этого всего хватит я вот вопрос вот это вот мне не нравится бу 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 антифризом удалили нормально ну вот этот бу 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 меня спущает хотя если честно вот как же говорю может быть когда тут все закрыто может быть и ну по идее конечно не должно быть так все полчаса уже вот работает все нормально сейчас будем собирать обратно выключить и опять попробуем запустить да давай 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 хорошо запускаем еще раз нет все равно пошло зум 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 может это так горелка просто работает огонь там нужен горит все внутри ну чё делать будем собирать куда деваться то ну чё тогда соберем посмотрим будет звук это слышать не будет все и звук этот пропал когда собирали может быть она как раз ей надо было проработаться чисто работает как работала вопрос только на сколько хватит вот сейчас здесь гоча здесь да гочи видишь все можно же сервис открывать гочи я теперь я уже знаю по ремонту автономок мокрых да давай сейчас короче в общем пока работает летом не нужно летом не нужно да собрали перебрали собрали перебрали она что полностью снимается нет не снимает а ты хочешь это только да 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 хулибин улыбнись тебе лица нет выезжаем осталось с батарейками вопрос решить и с этим на прицепе сейчас пойдем его поспорим может его тоже можно гочи у нас специалист мастер на все руки не то что некоторые я себя имею ввиду автономка работает ну на сколько хватит хрена вам узнать не знаю вот а еще тент клеить сейчас спрошу ну слышь гочи а саша говорил что у тебя этот у нас есть фен тент заклеить нету фена фен тент заклеить сейчас тебе покажу там дырка вот такая не это я еще сейчас придумал красавчик красавчик сейчас посмотрим получится не получится у него это сделать есть ли у нас шеф говорил что есть фен нет значит буду клеить по дороге нет значит буду клеить по дороге ну че все а автономка выключил воздух не шипит гочи красавчик залез поковырялся туда-сюда все говорит что такое интересно не надо ничего покупать новое единственное что тент не стал клеить говорит пожалей меня ну ладно тент мы заклеим заедем все сейчас идем есть у нас тут душ стирка идем мыться стираться и сегодня вечером двигаем на загрузку сегодня нам грузится ну не грузится не сегодня а завтра так что то интересное намечается об этом позже пойдем помоемся постираемся высушимся сушилка есть все есть и после этого двинем и это вы братцы пол одиннадцатого вечера вот вытолкались мы наконец-то сюда до октябрьского по Новорезанке, здесь по ремонтам. В общем, целый день сегодня занимались машиной. И едем... Ну, опять же, едем в Большое Толбино грузиться. Ну, там у нас тут вообще все интересно. У нас будет по идее нам завтра надо забрать 3 загрузки. Ну, все рядом. Дело в том, что даже вот это Большое Толбино, куда мы едем, мы едем на завод Басов какими-то строительными смесями грузиться. Там надо забрать всего 2 палета. Потом у нас еще Нарафаминск и Апрелевка. Нарафаминск какие-то трансформаторы. В Апрелевке, по-моему, тоже трансформаторы. Я толком еще так заявку не смотрел. Фишка в чем. Потом если завтра мы это все успеваем сделать, в субботу утром мы грузимся в Реутове. И потом у нас еще до загрузка в город Сызрани. И все это дело пойдет опять по тому же маршруту. Снова мы поедем в Усть-Кут. Карточка допуска на международные перевозки сейчас в работе. То есть она делается. То есть на международку мы не готовы. Пока не будет карточки, мы не можем сделать таможенное свидетельство. Вот сейчас шеф подал на карточку. ее должны... Ну, она будет готова через сколько-то времени. Когда уже она будет готова, можно туда уже подаваться, ну, ехать в таможню и делать таможенное свидетельство на наш прицеп уже с новыми номерами. Потому что наша старая естественно уже не действительная. Поэтому в данный момент пока за границу мы поехать не можем. Вот. Толкаюсь в область. Почему? Потому что пропуск на МКАД тоже еще и пока делается. Вроде как в субботу уже будет готов. То есть вроде... Ну, в субботу вот как раз нам в Реутове грузится. Естественно, завтра мы все. Успеем все три загрузки собрать за день. Вот. И тогда уже в субботу мы сможем катиться по МКАДу. Единственное, что не сделал. Карточка зарплатная, сберовская. Через 10 дней заканчивается. Забирать в нее как раз там вот в Дзержинском вот возле базы. И сегодня с этой всеми с работой. Короче, я напрочь про нее забыл. Поэтому вот, наверное, дай бог, если все получится завтра, в субботу в Реутове тоже заберем загрузку. И придется... нам потом все равно сюда на пятерку выходить. Поэтому проеду опять через базу, машину поставлю, сбегаю в Сбер, заберу карточку, потому что... Потому что карточка нужна. Зарплата должна куда-то приходить. А сейчас как опять уедешь в Уську, ты все, когда ты уже с него, с него вернешься. еще там неизвестно. Вот. Готовьтесь к нам. Не знаю, как там с этим вас вам. Решил, думаю, поеду сейчас. По ночам они вроде как не грузят. Ну, типа, решили там поеду. Не знаю, можно там зарегистрироваться заранее нельзя. То есть, как бы, нам нужно завтра по максимуму, как можно раньше на этом заводе загрузиться, чтобы успеть еще две загрузки собрать. Не знаю, как это все получится. Шансы, конечно, невелики, но попытаться надо. А как? Просто там, говорю, делов-то мне заехать, мне два палета всего забрать. Ну, это же все вот эти вот большие, какая-то маленькая конторка, а эти все большие заводы, это все, короче, дело это все может заценуться и очень даже надолго и на день, тут уже от нас еще, от меня ничего не зависит. Моя задача приехать, если нет, всего сейчас не проходишь там никакой регистрации, значит, там с самого утра пойти зарегистрироваться и дай бог может быть получится по-быстрому заскочить, загрузиться и выскочить. Вот такие вот планы, дела, хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах. Но это не планы, это мысли, а как все получится, загадывать ничего не будем. Хочется сделать вот так, как загадывать, как, чтобы было бы лучше, но что получится, скорее всего, как всегда, это к бабке не ходить. Ну, посмотрим. Поэтому сейчас опять выталкиваемся от АЦКАДа, на АЦКАД, и покатили нам туда, в сторону Симферопольского шоссе, где-то там мы будем грузиться завтра. где-то он там возле 107-й этот завод, что-то там недалеко я так посмотрел. вроде как площадка там есть, какое место для ночевки, где возле завода. Короче, поедем разбираться сегодня. Дай бог сейчас вот уже сейчас выталкиваемся, дальше уже побежим. Так, может, часам к пол-12 и прирулим туда на место. А там уже будем видеть, как оно, карта ляжет. как масть пойдет, и пойдет ли она. Вот, ну и вот пропуск, да, если в субботу будет пропуск, конечно, уже хорошо. А ну-то сейчас по МКАДу я тоже так специально посмотрел перед выездом. там как-то красно все, но по расстоянию получается тут в два раза больше сейчас, если не не в три, как вот тогда у меня получилось как вот с выгрузки ехал лишних 100 километров уже. Начальство уже тоже в шоке. Катаемся, говорит, здесь вокруг Москвы в бестолку, поэтому пропуск надо, 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 обязательно надо дневной. Вот. Ну, так все, автономку еще пробовал, запускал. Ну, правда, у нас батарейки оставляют желать лучшего. Аккумуляторы с аккумуляторами тоже вроде как решили. Сказали, будешь в Уфе заезжать, скажут, куда, и в Уфе заедем, заберем уже аккумуляторы. так что, вроде как все рассказал, все новости такие актуальные. Поэтому, да, вот ждем карточку допуска, получим карточку, тогда уже можно подаваться на таможенное свидетельство. так что, возможно, в этом году мы еще, нам еще два дозвола можно выкатать. Два дозвола еще польских есть. Так что, возможно, пару раз мы еще посетим за границу. Ну, и без этого, без таможенного свидетельства, без этой карточки допуска, мы не можем ни в Грузию, ни в Армению, ни в Казахстан, ну, то есть, никуда поехать. на Белоруссию ездили, ну, и то так это на полулегальном положении. Вот, ну, все, кажись, вытолкались, вырвались на свободу. Летим до ЦКАДа, под ЦКАДу, поедем смотреть, что там за завод БАСФ. БАСФ я знаю в Германии, Людвигс Хаффен. О, это, конечно, из всех загрузок это было самое жесткое, на которых мне доводилось бывать. Все эти, особенность там АДРом грузишься, да и не АДРом тоже. Нужно я перестрою, спасибо. Спасибо. Поблагодарили человека. Какой там контроль устраивает. Даже если досок не хватает, там заставляли доски покупать, про колеса там, мы там колеса с одной машины, машина заезжала, загружалась, выезжала, а меня, помню, забарковали, одно колесо, все, не пускает на прицепе, наша машина вышла, мы с него снимаем колесо, ставим мне, я заезжаю, загружаюсь, выезжаю, даю ему его колесо, ой, короче, такая серьезная контора, там, химзавод этот, басну, как город такой, что-то он там горел, не так давно, там, довольно сильный пожар был, короче, такая, специфическое такое место погрузки, интересное, лишь бы как туда не приедешь, полный там АДР контроль, там, все там, все горело, все эти, особенно с АДР, там, чтоб все подходили, все эти баллончики, что все сроки годности, жидкость для промывания глаз, там, в общем, все, 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 все проверяют, резинки, там, покупали, вот такие резинки, вот именно, наши резинки не подходили, то есть, у нас были свои резинки, нет, нужны только такие, как у них, по-моему, 95 центов, резинка, когда надо было, что-то мне там, их что-то, я не помню, ну, что-то около 100 штук, по-моему, резинок, готовьтесь, через 10 метров, держаться, проверим, в общем, там, там весело, ну, вот пойдем, поедем, посмотрим, что тут, на этом, в АСВЕ, но это не химзавод, строительные смеси, через 100 метров, держитесь, проверим, посмотрим, чем здесь дышат, все, вырвались на свободу, наверное, час я тут толкался, полетели, 31 километра, вы видите, что делается, львовский переезд, и мы первые на него приехали, и даже не стояли, чудеса какие-то с ним происходят, и очереди нет, без 20 и 12, как бы, по идее, мы почти прибыли, там, уже, садка, садка, естественно, уже сюда, на 107, с вентили, сейчас, после львовских, нам нужно повернуть налево, ни разу там не был, ну, что-то мне тут, Сашка, корешок, говоришь, там стоять негде, пока ехал, мило, побеседовали, когда он тут грузился, что, типа, там, ну, никакой площадки нет, ничего, вдоль дороги, нужно стоять, если, говорит, дойдешь, тебе приткнуться, не знаю, сейчас посмотрим, так мы уже почти прибыли, 103 километра получилось, еще два мне осталось, 105, через МКАД, было бы километров 40, может 45, так, видел я тут, что-то, причем машина, входит туда налево, ну, чуть дальше, куда сейчас мы будем сворачивать, никогда не может, сам туда поедать, все, когда такое происходит, впервые, так, доехал с 2 часа 11 минут, не пришел, иди сюда, так, сейчас, 500 метров, и поворот налево, вот, показатель, долбина, молодежь, под, вот, нам сюда, и, как бы, где-то, вот, тут, вот, сразу же, на следующем повороте, поверните налево, на следующем повороте, поверните налево, готовьтесь к левому повороту, через 310 метров, какая то ли стоянка, то ли что, через 350 метров, меня воротит, влево, куда здесь влево, на следующем повороте, поверните налево, на следующем повороте, поверните налево, долбина, терминал, что-то, на следующем повороте, поверните направо, что-то, мы туда едем, на следующем повороте, поверните направо, в общем, да магниты жилые, готовьтесь, через 400 метров, плавно, повернуть налево, А, вон машины стоят, да, точно, как Саня и говорила, что стоят, кто где может, собаки бегают, СВХ трудно цереминал, СВХ не надо, а здесь не прижмешься, машинка ставит легковая, ничего, мне по идее вот куда-то вот туда, вот прямо, и что мне тут вот так вот на обочине надо вставать, что проезда не будет. Да, как бы так, это не очень красиво, конечно, все это выглядит, пойду я посмотрю, схожу. ГОУПРО, СТОПВИДЕО ГОУПРО, СТОПВИДЕО ГОУПРО, СТОПВИДЕО ГОУПРО, СТОПВИДЕО